Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На днях вчера или позавчера у Ивана Урганта был день рождения, 44 года. Значит, и он выложил пост. Вы знаете, что всё это время он молчал, и люди, конечно, много чего сказали по поводу его отъездов, уездов и так далее. Очень много. И вот он выложил пост, своё фото и написал 44 дробь 10. 44 года ему и 10 лет он на телевидении, 10 лет программе «Вечерний Ургант». Ну что это означает? Это означает, во-первых, что он зубами вцепился в эту программу. До этого говорили, что... не говорили, это было его интервью, что больше всего он боится потерять работу на телевидении и гонит от себя этот страх алкогольным веером. Представляете? Алкоголь-то буквально не вредит здоровью. Значит, это означает просто, что он зубами вцепился, что он не оставит работу, что ему понятно 44 года. Он ясно, что очень серьёзный на фото. То есть он показывает нам, что он всё это воспринимает, читает, что всё это он видит, что это сложное время для него. Но, тем не менее, что эти 10 лет жизни для него фактически, ну, 44 дробь 10. То есть крайне важны. Он выделяет именно их. Это, наверное, самое плодотворное его время. И поэтому я так понимаю, что он этому придёт огромное значение и думаю, что он никуда не денется, судя по всему. Судя по всему, когда всё уляжется, потихонечку как-нибудь реабилитирует, вернут. У меня больше вопрос к Эрнсту. Что там происходит вообще? За последнее время мы стали свидетелями такого количества того, чего просто не может быть на Первом канале, федеральном канале. Что, конечно, задаёшься вопросом, как работают журналисты с иностранным гражданством? Как работают журналисты, у которых мужья иностранцы, которые их заставляют говорить вещи против России? Как работают те, кто... Вообще, как всё это происходит? Вообще непонятно. Так что вот такие вот дела. Ургант всё-таки... Ну, и ещё самое главное, что он выставил фотографию в свой день рождения. Он как бы дал понять, что он никуда не пропадает, он никуда не исчезает. Он здесь, в медийном пространстве. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите просто комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео на поддержку канала. Кому интересно смотреть ролики, можете поддержать канал в отсутствии рекламы. Канал существует исключительно благодаря вашей поддержке. Также ссылочка там на телеграм-канал. Лучший, как мне кажется, телеграм-канал новостной. Будда Гришна. Новости 24 на 7 с моими комментариями. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, друзья. До встречи.